В столице Ненецкого округа стартовал Обилимпикс-2020. Третий региональный чемпионат пройдет на Рьенмаре с 21 по 25 сентября. Студенты, школьники и взрослое население будут соревноваться в различных компетенциях. Сегодня в Центре развития образования встретились первые конкурсанты. Одни из них показывали мастерство слова, другие – навыки парикмахерского искусства. О первых успехах расскажет Любовь Пермякова. Легкие локоны, небольшой объем. Свадебная прическа не обязательно должна быть сложной, считает конкурсантка Обилимпикса-2020 в компетенции парикмахерское искусство Елена Литкова. Ведь равнение на естественность и простоту в тренде последних нескольких сезонов. Отделила вот эти вот прядки, чтобы потом забить, потом я вот эти вот завью и вот шпилькой их туда заделывала. Еще одна конкурсантка – ученица школы-интернат имени Пырерки Яна Литкова. Девушка делает прическу в стиле Голливуд. Такие локоны были очень популярны в 30-е годы 20-го века. Сейчас я делаю фуалмы в вечернем прическу. Люблю экспериментировать на волосах. Все творческие эксперименты девушек сегодня оценивают эксперты. Это известные и успешные в округе люди. Одна из них – владелица студии красоты, профессионал парикмахерского искусства Анна Сылко. Наблюдаем сейчас за первым модулем. У нас сейчас первый модуль – прическа из длинных волос. Потом будет небольшой перерыв и будет второй модуль – прическа свадебная уже. И потом будем оценивать. Подойдут еще эксперты. Будем все вместе оценивать коллективно. Прическа – это все-таки тоже такая творческая работа и искусство. Вот как ее оценивать? Все-таки каждый парикмахер, в своем роде художник, у него свое видение. Какие основные критерии будут учитываться? Основные критерии – чистота прически, форма, современность. Чтобы, как минимум, какие-то пропорции были соблюдены в прическе. Пока девушки придают волосам привлекательный вид, в соседней аудитории молодые люди выполняют техническое задание по компетенции обработка текста. Здесь главное – правильно и грамотно отредактировать текст, создать графические элементы различной степени сложности. Такие специалисты очень востребованы в типографиях, издательствах, дизайн-студиях, рекламных агентствах и в любой полиграфической компании. У этой компетенции есть свои фавориты. Например, Андрей Кузнецов в прошлом году стал победителем. И после этого я поехал уже в Москву как победитель и вошел в пятерку по соревнованиям. Были ребята-колясочники, но в основном они все сидят дома, работают дома и работают на удаленке. Но они вообще суперпрофессионалы, с ними было сложно состязаться. Они очень быстро набирают текст, очень быстро обрабатывают и фотографии, и в различных технологиях. То есть они вообще молодцы. Напомню, движение «Обилимпикс» появилось в округе в 2018 году на базе Центра развития образования. Конкурс проходит по 11 направлениям. В нем могут принять участие школьники, студенты и взрослое население. Самое сложное было организовать первый региональный чемпионат, когда еще никто не знал, когда еще были проблемы с набором. В общем, очень пришлось много проводить разъяснительные работы не только для детей, но также и для педагогов и для родителей. В этом году у нас новый формат работы жюри, поскольку есть определенные ограничения. Мы уменьшаем количество людей на площадке, поэтому на площадке постоянно присутствует только главный эксперт. Остальные члены жюри придут после окончания работы. Но все записи, записи, допустим, соревнований, как дети работают на площадке, будут доступны. То есть оно идет под видеонаблюдением. Конкурс будет проходить на нескольких городских площадках, включая КДЦ «Арктику» и школу искусств. Уже завтра Центр развития образования откроет двери для любителей вышивания и вязания. Итоги будут подведены на следующей неделе. Победитель отправится в Москву демонстрировать мастерство на более высоком уровне. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север».